все ребят я здесь часа переменную стрим ребят ну мы собственно и начнем тогда а Так, ребят, еще сейчас добавлю я, короче говоря, на Team Liquid свой стрим. Стрим добавил, да, стрим сейчас вернется, ребят, не волнуйтесь, в общем, сейчас я меняю захват и мы будем начинать смотреть. Так, не понял, не тот я захват писал, простите. Короче, начинаем смотреть вчерашний матч. Lightweight против Hellraiser мы будем сейчас смотреть с вами. Я обещал отстримить по реплеям, так что сейчас я все это дело отстримлю. Ну что, ребят, поехали. Первый реплей у нас. Это матч вчерашний, к сожалению, мне нужно было вчера уйти в прямом эфире, застримить я для вас не смог по итогу. Это все дело Hellraiser против Lightweight бьется здесь, так что смотрите. Так, пищу вырубаю, там все, мужик этот норовит вылезти, блин, на меня. Так, пищу вылезти, блин, на меня. Пищу вылезти, блин, на меня. Так, ребят, все, поехали. Стоп, рейд, джумикс. Ребят, смотрим реплей вчерашних игр, но я не знаю, я вот реально сам не знаю результатов, кто победил, поэтому давайте посмотрим. Hellraiser против... Так, подождите секундочку. Сейчас я посмотрю, где я просто буквально секунду. Вот и я чувствую, что звук наполовину убавлен. Ребят, прошу прощения, прибавил звук, просто неправильно оцениваю, как и вам будет слышно. Вам же слышно на 100% у меня. Хотя нет, микшер, если убавлен, у вас тоже слышно не на 100%. В общем-то, Hellraiser принимает здесь лайт-вайта просто. Адепта одного чуть не минуснул, второго тоже может минуснуть сейчас, что происходит, я чуть не понял. Адепты ушли мимо, здесь погоня, в общем-то, идет сзади, но вот этот вообще уже не боец в итоге адепт. Здесь плюс еще два получается, то есть у Hellraiser 4 адепта и Оракул будет, то есть он, соответственно, попытается ворваться, так понимаю, сюда. Здесь у нас сталкера делаются, бустится, соответственно, ворваться. И пошел твайлайтик. Плюс роба, конечно же, против Дархуфа. Ну, два сталкера ждут на мэне, плюс Мазеркор, то есть тут вроде как пион прикрывает, но если будет врыв сюда, то просто будет принимать, естественно, с уверчажем у нас получается, да, как бы... Лайтвейт здесь, сейчас адепт явно будет, красный потерян, он уже никуда не денется. Один из адепт пытается здесь что-то сделать. Пробочку минусует Лайтвейт раз, пробочку минусует Лайтвейт два, пробочку не минуснет три, тем более, что адепт Пилон ударил. Но он один удар смог нанести, даже если бы он в пробку ударил, он ничего-нибудь не убил. Ну и, кстати говоря, Hellraiser, тут три пробки одновременно фактически тоже подлез. Потери абсолютно равные, обратите внимание, но Лайтвейт умудряется бурабам выйти вперед, у него не эксус раньше, все раньше. Привет, Проксдин. Вот, на повестке вечера сегодня то, что в названии стрима, сейчас посмотрим по реплейм. Вообще, я хотел сегодня начать стримить еще часа в три или даже раньше, просто Илюха сегодня не смог прийти, мы хотели два на два поиграть. Вот, потом я думал, ладно, поиграю один-один. Так, вырывается адепт, прошу прощения, здесь момент такой опасный. Минус пробка, плюс Феникса их прикрывает, это много рабочих будет потеряно, сейчас Лайтвейта нужно выставить уверчаж, наверное. Ну, уверчажем продэманджил Феникса, конечно, адепты погибли, но рабов тоже потерял, сейчас плюс еще шесть штук, тем трем потерянным, неприятный момент был. Ну, сталкеры по-то Лайтвейта вперед идут, сейчас, блин, скоро очень будет готов. Ну, Гейта-то всего два, ё-моё, здесь, посмотрите, здесь ничего нет просто. Реально, имея Гейтов три штуки хотя бы, а лучше четыре, убил бы напрочь вообще просто. Ну, кстати, Призма тоже еще не готова прилетать. Феникс и Мазеркор до 50 энергии будут сейчас просто сбить. Очень неприятный момент, Фениксы начинают развалить, зато здесь сталкеры пришли, как хорошо, смотрите. Пробочки будут уничтожены, скорее всего. Все, пилончик падает, Мазеркор не успел прийти. Очень неплохо, Лайтвейт сейчас врывается, обратите внимание, пробок просто нарезал сейчас очень-очень много. Блинк через секунду буквально готов, а с блинком можно уже бы и вырываться на ХГ. Я не знаю, почему Лайтвейт не хочет этого сделать, пилон, обсервер свой не прикрыл, печаль. Так вот, так, ладно, замес кончится, потом расскажу. Феникса подрезает раз, Феникса пытается Лайтвейт подрезать два, и подрезает Феникса два, между прочим, отходит назад. Контроль, я бы сказал, очень даже неплохой, и Призма как раз вовремя прилетела. Будь здесь реально больше гейтов, я уверен бы, сейчас просто убийство произошло бы Красного Протаса, но гейтов сколько есть, столько и есть. Так, два адепта варпятся на мейн, куда они пойдут? Ну, можно было бы сталкерами зайти сюда, адептами, например, на вторую уйти. Так, адепты заходят, одновременно сталкер пытается разводить, пауза здесь была, пробок начинает разваливать. Три уничтожено, неплохо, во-это я здесь разводку делаю. Два вертяжа же выставляют, ну, все, ну, четыре пробки точно погибло, сейчас что считаю я неплохим моментом, ну, и вот сейчас пауза, в общем, в игре присутствует, с Призмой еще давать двух сталкеров идет. Так вот, сегодня хотел я постримить, но в итоге просто вспомнил, что мне же надо обзор на девайсы снять, я уже давно обещал, но времени не было, то Маша болела, то что-то еще. В итоге принял решение, что, ну, сниму один, тупо на камеру как бы снял, но одним кадром, без всяких монтажей, без всего, без особой подготовки, конечно, там можно, конечно, лучше снять гораздо, но я так посмотрел, вроде как бы отхоренотни не нагородил, вроде нормально, это уже вам оценивать потом придется. Значит, в ближайшее время будет выложен обзор на мышку и на коврик, вот и проведен розыгрыш как раз-таки мышки коврика. Ну, а потом выложен обзор на наушники, я там, правда, все одновременно снял наушники через неделечку где-то, мы выложим их так вот, вот. Ну, а пока поигрел, лайтвейт харасил-харасил, смотрите, пробок друг другу набивали, просто гигантское количество, но контр-харас, вообще потери одинаковые практически, обратите внимание просто. Но контр-харас с фениксами, и в итоге, ну, нивелировалось все вот эти успехи Телрайзера. Ой, простите, не Хеллрайзер, конечно, лайтвейт, здесь Хеллрайзер грелок добавляет, еще какой-то у него такой жирный микс, просто именно сталкеров с блинком получается, там, имморталы грелки, но, ну, блин, скорость атаки адептам, глифы, плюс сталкеры, плюс еще сюда архонов добавить, допустим, этот микс, они на самом деле контрят в хлам, вот это все дело. Вот здесь какой-то выход, я вижу, пошел один сталкер на Ксилнаге остается. Ну и третий сникс начинает добываться, видел ли вообще в этом Хеллрайзер? Нет, он этого даже не видел. Так, фениксы прилетели, улетели. Пробок надо обратно на минерал направить, ну, парабам, чуть в пользу, чуть в пользу лайтвейта здесь все. Ну вот, но Хеллрайзер тоже занимает третий нексус сейчас, обратите внимание, будет нагонять, а по боевому-то лимиту 3861 тут совсем не в пользу лайтвейта все. Но здесь он на такой немобильный лимит, Хеллрайзер не собирается выходить. Просто если он пришел бы сюда в луб, он в мясо бы, да, здесь все развалил. Но всегда страшно при таком лимите, что сталкеры где-то ходят, шастают и пытаются продану, там, в размен пойти. Но с другой стороны, фениксами он мог бы контролить момент там, где же находятся сталкеры. Вот, в итоге идет выход. У лайтвейта только два гейта добавилось. Смотрю его игры, я вчера видел, как бы, как он играет с дитой, как-то неохотно прям очень у него добавляются. Два архона он сливает сейчас. И ты нужно открывать, там, плюс еще два пошло. Нужен еще варп. Фениксы опять на вторую залетели, здесь есть пробка, но в это время замес в лоб пошел, обратите внимание. Архоны замечательно танкуют, адепт снимают моментально просто, прилетает придма. Фокус грелок идет замечательный, грелки на разогреве сразу сфокушены все практически. Но здесь нужно отступить немножечко. Отступает лайтвейт, как-то прямо под эморталами он, правда, отступал. Фениксы похарасили, но вот фотонки готовы, как бы, фотонки отгоняют. И вроде как выжил. Вроде как выжил. Но игра напряженная идет. Но обратите внимание вот на этот параметр. Вот смотрю, и очень приятно, что лайтвейт, вчера он и с верди играл. К сожалению, просто в лоб он, верди, не мог переконтролить, но переиграл просто в макро, что меня очень сильно удивило на самом деле. Потому что, ну, буквально недавно я бы сказал, ну, это вообще не конкурент. А тут вчера вот так вот было, но в лоб не мог в этой твердосу победить, конечно. Но у него было во всех играх, там у него плюс 2 на нули, как бы, да, грейды оппонента. Так же и здесь получается. Ну, здесь, правда, плюс 1 на воздух есть у Хеллрейзера. Но вот у него такой необычный микс, да, в ПВП. Я уже не первый раз замечаю. То есть он имморталов, как бы, делает адептов. Вот, и грелочек сверху. Причем адепты без глефов до сих пор. Может быть, потом добавят. Причем грелки с плюс 1. То есть грелки, это не вначале там от сталкеров отбиться как-то. Посидеть немножечко, отсидеться. Грелки, это самый настоящий воздух. То есть это полуармадная такая тема с воздухом играет. Так. Рубин, ты путаешь. Я уже для тех, кто, ну, эти вопросы постоянно будут возникать. Для тех, кто недавно пришел, еще раз говорю, ребята, по реплеям мы смотрим Десайдер. Мать вчерашней группы. Так как мне вчера пришлось уйти раньше времени немножечко. И вот в итоге Десайдер только-только. Мы смотрим сейчас. Штормовичков забыл сейчас. Лайтвейд. Это очень жесткая ошибка. Все равно только-только. Вспомнил механистике. Здесь адепты пытаются зайти. Кстати, Шторм хорошо контрит воздух. Так, заходит Лайтвейд с другой мячкой стороны. Сейчас Апсервер сбивает оппоненту. Призмы раскладывает заново. Пошел еще варф сталкеров и адептов. Ну, вот гейтов вроде 8 штук, а варф почему-то 6 я наблюдаю. Обственно, 168, 157. Ну, нужно пытаться зайти. Пока вот нету мастершипов. Ничего такого здесь нет. Я думаю, что надо драться Лайтвейду. Он заходит сейчас. Дестабилизатор в молоко стреляет. И Штормячка одного сбривает Лайтвейд. Бой пошел очень жесткий. Еще Штормы идут. Смотрите, прям на Грелок. Хорошие очень Штормы проходят. Грелки уничтожены. Сливается один Архун. По земле разобрал. А по воздуху-то хватит чем разобрать. Не уверен я, что хватит. До варф сталкеров идет. Грелка раз, минус. Грелка два еще живет пока. Нужно смещаться вниз. Выбивать Фатонки. Да, здесь есть Апсервер. Здесь есть и Муркл. Фатонки падают моментально. Два плюс. Уверча же попадает Уверча, что полез. Ё-моё, Лайтвейд, что же ты делаешь-то? Развел уже оппонента и подлез на фиганта под Уверча же эти. В итоге сейчас его развалят. Призму перевести. Не хватает контроля, судя по всему. Я не знаю, почему не переводится она. Ну, кстати, даже так. Ситуация переворачивается в пользу синего Пропса. Где до варфа? Я чуть не вкуриваю вообще. Так, до варфа нет. Где до варфа-то вообще? Призма улетела. Ну, он просто подхарасил. Воуч, третий Нексус ушел. Может, имморталов надо было фокусить под разогретыми грелками, фокусить имморталов? По-моему, печальная затея. Имморталы врубают поля и все как бы. А грелки жарят. Грелки гораздо более хрупкий юнит, чем имморталов. Но против сталкеров с разогревом это не менее опасно, чем имморталов. Плюс три уже пошел у лайт-вейта. Есть четыре птичного века. Вот все, что нужно в моем мнении, чтобы этот микс победить. Здесь больше архонов надо как бы и давить. Давить, давить, чтобы дестабилизаторов много не стало. Иначе будет печально. 112.97 по лимиту. Здесь опять же прилетает призма. Адептами прохарасил. Смог уйти. Так, ребят. Все-таки сегодня день тупежа, что ли. Конечно, есть задержка. Конечно, есть задержка. Просто потом начнет сразу следующая группа. Я все вместе сейчас стримлю. Почему? Потому что иначе будет разрыв. Там нет смысла выкладывать запись на одно бо-3. Чуть по демкам. Я выложу запись уже на все-все-все одновременно, ребят. Стримить раньше не мог. Поэтому начать вы всех сюда зовите. Народ медленно собирается. Мы еще делаем. Анонсировал я поздно сегодня. Здесь сталкеры пытаются прохарасить. Сталкеры пытаются прохарасить. Зачем там? Смотрите, вот. Ну, это, я не знаю. Ну, вот это называется, ну, вот, играть какую-то роботскую тему и делать, вот, именно, я не знаю, делать по какому-нибудь шаблону. Где, где врубленная голова? На полную врубленную, я имею в виду. Здесь летают, ну, хотя, хотя с другой стороны, с другой стороны. Здесь дестабилизаторы. Видимо, ну, то есть, я бы просто, видя вот то, что здесь у красного, просто какой микс, и видя свою экономику, я бы давил бы и старался бы его убить бы, да, как бы. Тем более, что грейды здесь преимущество гигантское. Можно прокликать. Было бы в какой-то момент увидеть, да, что здесь грейды печальные. По земле, по нулям. Вот. Ну, и лейтвейд предпочитает сыграть, видимо, в дестабилизаторов, либо колоссов, плюс старгейты зачем-то, я даже не понимаю, зачем они, что они должны контрить. Так, здесь сталкеры заходят на третий никс, здесь несколько сталкеров есть, а они будут пытаться отбиться. Здесь уже в карерах выход идет очень жесткий. Так, здесь нужно зайти и просто убивать, но только не через оклик, ребята. Нужно здесь все убивать. Адепт приходит, сталкерекс плюс три просто в секунду разваливают, возвращаются грелки и карер, вкладывают рабочие, и, конечно, здесь филончик сейчас все упадет, мазеркуру тоже лучше не подставляться. Может, даже некий голос фокусить, мне кажется. Выпускаются муки у кареров, нужно уйти просто от мук сейчас. Даже один сталкер не погиб. В это время пришли сталкера тут с грелками, разменилась грелочку, убили 168-114. Блин, кремушки все, это 7, ребят, вообще, кто недавно пришел, скоро будет прямой эфир, не волнуйтесь уже, начнется он скоро. Так, еще-то сталкеры тупят, не понимаю. Так, кстати, не вкуривают. Сейчас у Вианосцев даже в первом старкате можно было интерцепторов выбрать у Вианосцев, во втором нельзя выбрать. Сколько у них хп вообще, бля, непонятно. Так, здесь еще-то муки были выпущены, судя по всему. Лето тупят 4868 парабам в пользу лайтвейта. Так, пятый уже Нексус пошел. Здесь стационарно, есть две фотонки, здесь фотоны какие отсутствуют, можно было водорками напрягать, к примеру. Здесь опять же сталкер приходит пытаться напрягать. Под блинк, под грелок пошел, как же, заштормил здесь, заблинкал грелок. Блинк, вообще шторм по грелкам попадал или нет? Вроде попадал. Мне сначала показалось, что какой-то шторм там нифига не попал. 86-158, по-моему, здесь очевидно всю игре. Для меня это сюрприз, что лайтвейт, но он с вердосом тебя абсолютно слушает, странно, да, показал. Но для меня сюрприз, что он убивает Хилл Рейзера, игрока, который в последнее время очень даже неплохо выступает на турнирах. Фокус Нексуса снизу, с сталкерами уходит. Фокус Нексуса на третьей базе. Развел всю Мазеркуру, убил. Здесь адепты падают, все падает. 180 лимита, отступить нужно. Здесь довар, еще сталкеров, есть штормячки, 4 штучки. Ну и надо просто отбиться вот от этого врыва карьеров. Ну и все. Который пошел сейчас. Два оверчажа поперли. Мух выпустил, что ли, Селл Рейзер? Нет, не выпускал мух. Мух держит вверх. Вот видит, что человек играет. Уже давно видел масс грелок. Видел, что даже воздух он переходит. Нахрена вот эта настроена. Что это должно атаковать вообще? Грелки прилетают к лайтвейтам. Здесь такое надо с землей с грейдами давить. Все, как бы. Если ты тем более давишь, не даешь оппоненту отстроить, тут просто землей задавить. ГГ пишет Хелл Рейзер, ребятки. Я ставлю другой захват. И пилю вам, в общем-то, следующую игру. Пилю вам, в общем-то, следующую игру. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ребят, вторая игра начинается. Поехали. Рейзер против лайтвейта. Счет 1-0 в пульту лайтвейта. Он выиграл первую игру, и вторая уже начинается. Так, сейчас чуть-чуть эфпетчика давайте посмотрим. Счет 2-0 в пульту лайтвейта. Счет 2-0 в пульту лайтвейта. Так, ну обратите внимание, вторая игра вот уже ошибка от лайтвейта. Играют стандартно. Два гейта там, два гейта. И здесь ошибка, пробочка застревает сейчас, в общем. Между пилоном и кибернеткой. И она уже тут, короче, тупит, в общем-то, ничего не делает. Ну, я не знаю, можно мазеркором было сюда отлететь, телепортнуться с ней сюда, как бы спасти ее из-за подни. Но это перебор, на самом деле. Вот. Был бы. Опять лиховский. Икс, фокус, икс, икс высыпался. Мешки под глазами. Выспался я сегодня прекрасно. Вот. Мешки под глазами. Это индивидуальный момент, в общем-то, у каждого. А у меня они всегда были большие. Если я сегодня знаю. Конечно, если супер питаться, как бы, четко с кашками, поменьше мяса, там, и, ну, побольше с культурой заниматься и высыпаться идеально каждый день, а каждый день идеально не высыпаюсь, то они у меня уменьшаются. И то у меня всегда остается там немножечко. Ну, когда то выспался, то не выспался, как бы, печаль полная в этом плане. Ну, это все мелочи жизни, на самом деле. Ну, что, ребята, пришел Hellraiser, просто развалил 7 пробок на халяву Лайтвейта, потому что он играл без Мазеркура и пропустил двух адептов. Это было просто катастрофой для него. В итоге он проваливает. начало целиком и полностью. Да, здесь пробочка выходит. Ну, сталкер вроде прикрыл ее. Так, Hellraiser адепт хорошо поджег здесь. Ну, и что, Hellraiser Twilight уже и мурт выстроится. Лайтвейт не изменяет себе, он очень любит через блинг играть. Играя через блинг, здесь два адепта зашли, но два оверчат же их очень быстро законтрили. Вот. Так что тут дело такое. Лайтвейт сфокусил, кстати. Забыл искать вам пробочку. Просто вот эту застрявшую. Это было жестоко, я вам скажу. Ну, застрял. Что, такой управленец, что тут говорить. Сначала застроил, потом наказал. Как так? Здесь пилон находит пробки Hellraiser. Халявый лайтвейтовский. Два оракула все еще летают. Здесь напрягают. На мейне Мазеркур есть. Там пробка на третью куда-то поехала. Вот еще с мейна переезжает пробка. Так, эта пробка уничтожила. Сталкеры, что они пытаются поймать? Ну, 7 секунд еще до блинга. До блинга-то еще время есть. Кидается Revelation. Где эти все сталкеры ходят? Так, вот оракула подрезает. Не надо блингаться куда-то. Включая разводит как-то Hellraiser. Здесь лайтвейт тупик не может поймать оракулах вообще. Ну и они в итоге стоят здесь. Они никуда не денутся отсюда. Если стоять до бесконечности, но бесконечности возможности не будет стоять. Поэтому я думаю, что Hellraiser в какой-то момент просто улизнет отсюда и все. 78-62 по лимиту. Да, вот оракула уходит. Он видит, где сталкеры. Сам третий Нексус ставит. Тут тоже третий Нексус. Здесь уже лимита боевого. В два раза больше 41-20. Глефы резонирующие готовы. И возможно, сейчас будет какой-то выход с адептами и Морталами. Такое ощущение складывается. Лайтвейт просто после блинка играет два Старгейта. Вот я не понимаю, зачем после блинка играть два Старгейта. И как голыми сталкерами биться с землей. Особенно если там и Мортал из них все. Да и адепты тоже будут решить. Оракула одного забрал. Молодец. Это хороший момент. Ну что именно сделать хочет, пока не поймут. Опа. Здесь тем более пошли архивы темпларов. То есть будет какая-то, видимо, с архонами агрессия, я так понимаю. Почему не показывает, сколько пробок убиты. Потому что карты такие создавали, а они вот и не показывают. Так, 12 пробок Лайтвейт, 54 пробки, 2 адепта. Оракул. А, это вражеские адепты убили. Ну, Хеллрэйт, на самом деле, таких застрявших пробок я обычно предпочитаю не убивать в играх. Потому что, ну, это просто бесполезный лимит у оппонента. Фактически убив ему, ты делаешь услугу с какой-то стороны, да? Как бы, да, ты вроде как и юнит убил, но с другой стороны он ничего не делал там. Так, 12.10. В данный момент игра пассивно протекает. Глевы у Хеллрэйзера и чаш пошел. Делаются Феникса с 1 старгейта. Я не знаю, зачем, видимо, против дестабилизаторов, вероятно. Здесь никаких вероятных дестабилизаторов не будет. И Лайтвейт вообще какой-то бред делает сейчас. Он делает Грейлок, Флитбикон, зачем? Интересно он это делает, нет? То есть просто через сталкеров блинком. Уже можно было бы на оклике его идти убивать, но при этом все, он еще в какое-то странное подобие армады играет. Мне интересно. Так, 5 старгейтов. Оракул, Карреры. Ну, я все, конечно, понимаю, но даже 4 старгейта, если ты делаешь атаку на воздух, идеально здание, заказываешь 4 старгейта максимум. Ты с 3 баз прокормишь его, если Каррера встроишь. И то потому, что Каррер долго строится. Ты строишь как-нибудь Глевок, Темпестов, и столько не надо же. 3 достаточно, потому что там быстро юниты подстраиваются. Так, призма прилетает. Феникс и Михаил Рейзер не спалил. Идет вперед. Призма у него есть, не понимаю или нет. Здесь сталкеры выдвинулись, но сейчас будет развал, по-моему, сталкеров и всех тех всех. Адеп телепортируются по сталкерам. Нормально бьют. Смотря что бонуса нет, но их слишком много. У них глефы есть резонирующие. Пришли Адеп сюда, и Морку тоже подходит. Но, что очень странно, Хелл Рейзер приходит без того, кто бил бы по воздуху, кроме Фениксов, конечно. Но Фениксов 5 штук оказалось более чем достаточно. Карреров не успевает выйти. Вот если бы были здесь 2 каррера, хотя бы уже с полным количеством мух, то было замечательно. И Пелон был убит вообще. Так, про лаги там был разговор. Что-то большие лаги. Пелон, да. А, призму разложил. Молодец Лайтвейд разворожил призму, выпустил мух из карреров. Вроде как здесь еле-еле пытается обиться, но Фениксы прилетели, и мух всех сбили в очередной раз. Карреров раскладывают еще раз. Еще один каррер пытается вылететь, и даже зафукусили каррера, в общем-то, в тело. Отлетел назад Хелл Рейзер. Ну, здесь 50 на 95 по лимиту, вроде как на савлях, но продавил. Так, вылетает каррерами опять сейчас. Лайтвейд. И обратите внимание, карреры на самом деле в план Фениксов контрят. Естественно, они их разваливают, но... Здесь просто экономика, здесь слишком много Фениксов. Здесь по 5 Фениксов строится. Это какой-то... Ну, это, кстати, с рейнджом Фениксов они могут эффективно с мухами драться. Очень даже. Вот, поэтому дело тут такое. Погодите-ка, а у нас уже старлайн должен начинаться, по идее, что ли? 19 же 0-0. Не дожимает почему-то Hellraiser Лайтвейда. Так, почему я посмотрел на время и думал, что мы все успеем, блин, черт побери. А мы ни хрена не успели, потому что я думал, час запасит. Так, начинает биться с мухами вообще сейчас. Зачем он бьется? Ну, а с чем ему еще биться? Надо как-то карлеров в лоб разбирать. 4 карлера. Придется, в общем-то, посмотреть нам сегодняшнюю группу, а интригу сохранить и досмотреть этот матч чуть позже, блин. Ну, ребят, я извиняюсь, я силы как бы с этими всеми обозрениями этих мышек, как бы, я что-то завис и, ну, в итоге вот только-только я сообразил, что начал-то я позже, как бы, а не ровно в 6 часов. Пока залипал, пока туда-сюда, вот так вот и получил. Так, мук всех фениксом просто сбивает сейчас. Hellraiser. Кайров бомбить начинает, когда феникса унижает, кайров где-то грустит. один айурский командующий просто вне кто-то сидит. Потому что это перебор реально. Но тут слишком много фениксов, слишком много кареров. ГГ пишет. ГГ пишет. У нас лайтвейт, ребят. Продолжение мы увидим чуть позже. Вот. Поехали. Короче, ребят, переименовываю стрим. Извините, что так вышло. Одну репку достримлю уже чуть позже получается. Ну, зато будет резон, кто хочет досмотреть, просидеть весь просто тупо стрим, да, как бы. Ну, а почему тупо? Это, наоборот, замечательно. Вы нужны моему стриму, ребят. Всех я приветствую. Спасибо за внимание, за поддержку. А поддержать вы можете, отключив от блоги, подписавшись на премиум, соответственно, и поддержав мой канал по реквизитам в описании или через плеер. Вот. Ну, а мы начинаем уже прямой эфир, соответственно, будем смотреть группы сейчас. иди ты вон, красный мужик. Спасибо, Люцифер. Спасибо. Так, ну все, все везде, где нужно переименовал, вроде как. Короче, сейчас я приду, и мы продолжим. Ждите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Так, ребят, ну все, а здесь... Сейчас я подзабыл, что камеру не вынул из USB, пока перекачивал все. Вынимаю камеру. Ну что, поехали. Сейчас я вам кое-что покажу. Не бойтесь. Группа С у нас сегодня, ребят. Вот, здесь пока результаты проставлять не будем. Я последний реплей вам покажу чуть позже, но те, кто запись будет смотреть, посмотрят, чуть не рассчитал по времени. Последняя игра в этом бутре осталась, решающая, как бы вчерашних, вчерашние группы по репкам до сремя. Сегодня группа С. Играет Энигма против антикиллера и Фрэнд против Фоллинджера. Сложно мне сказать. Вот в этой игре как раз-таки каких-то суперфаворитов я бы не выделил. Но я бы сказал, наверное, Фрэнд посильнее остальных сейчас. Всех будет Энигму. Я видел выигра Фоллинджера, знаю лично теперь после Баркрафта. Вот, антикиллер. Не знаю, кто такой. Ну, будем смотреть. Поболеем, вообще-то, за игроков. Кто за каких хочет, ребят. Ну, все, битва начинается. Поехали. Захват меняю я. Кстати, надо бы рекламы напилить бы, подумал я. Ну и напилил. Я как-то поиграл. Еще. Так, чё-то непонятное случилось вообще. Так, ну что, первая игра. Так, всё, игру смотрим. Я уже сказал, что Энигма против антикиллера играет. ПВП первая. ПВП первая. Вот. Потом ЗВЗ. Будет у нас. Ну и потом зеркалок получается не будет. Десайдере уже как получится. То есть, может быть, как и зеркалка, так и не зеркалка. Два по два. То есть, два игрока одной раз, два другой, не три разных. Здорово, Окей, Рич. Всё хорошо. Жизнь хорошо. Вчера был у друга на годовщине свальбе, но пора был я там пару часов, потом поехал домой. Вот, сегодня встал. Хотел гораздо раньше стрим начать, но Илюха не смог прийти 2 на 2 поиграть, во-первых. Во-вторых, такой момент, что... Вспомнил я просто, что нужно снять обзор на девайсы мне, и вот, наконец-то снял. Будет в ближайшее время мышка ковер выложена, потом, через недельку, будут наушники выложены. Будет розыгрыш девайсов всех, в общем-то. Ну, посмотрите, как сейчас Энигма антикиллеру унижал рабочих. Он 8 пробок, сейчас минус 0, но идёт вперёд с толкерами и заходит в окружение, просто попадает. Это фейл вообще. Убил 9 рабочих, но контролить сталкеров забыл вообще, что такое контроль, что нужно это делать. Нексус здесь отменён будет, скорее всего. Ну что? Так, прошу прощения, какое-то дело я продакшн, вот сейчас выставляю нормально. Ну, пришлось Нексус отменить и на Мэне отбиваться. При этом всё, Мэнигма, в общем-то, не строит. До сих пор Эмортал вот только-только заказал. Так, хороший пилончик здесь, посмотрите, у Нигма остался. Можно будет сейчас подхарасить с него. Адептики заходят, выходят на внешнюю сторону через Иллюзию. Да и здесь Мазеркорпус не достаёт, не понятно, здесь отменяется пробка, Нексус будет отменён. Адепты заходят заново на Мэн. Ну, здесь под уверчаж попадает. Ну, где здесь можно было находиться? В принципе, здесь пилоны всё перекрывают, энергии дофига при этом всём. У антикиллера, антикиллеровского Мазеркора, вот, поэтому он ко всему готов. У Энигмы что? Ну, Энигма, посмотрите, он как бы харасил-харасил, а в плюс вообще не вышел. Ни разу, как бы, по боевому лимиту, по рабам, то есть, ну, если ты здесь сверху стоишь, знаешь, что вниз спустишься. Нужно рабочих, значит, заранее подстраивать вниз на спуск. Ну, выходит, Нексус всё равно пораньше заказал, и рабочих всё-таки чуть больше, блин, делается. Здесь Фениксов, если Фениксов скопить хотя бы четыре штучки, они уже стабильно начнут харасить, там, рабочих выбивать каких-то. Тревейший телепорт Адептов, прям под армию оппонента, ну, вот это, блин, надо как-то контрить. Филд хороший кидает Энигма, забирает Адепт, призма полетела. Так, где глянуть обзоры на девайсы? Я ток-ток их залил на YouTube, вот, эти обзоры. То есть, один, он вообще пока выкладываться не будет, вот. Вот. Один, наушники будут позже выложены, сначала мышку-коврик выложу, но я потом пересмотрю ещё, если всё мне понравится, там, не буду переснимать, как бы. Да, в принципе, там нормально, сильно заморачиваться-то и не буду, как бы, там. Трое, я снимал один, в один кадр с камеры, одну руку держал, другой показывал, как бы, тут, конечно, супер уровня не достичь, естественно. Вот, плюс, как бы, подготовился буквально, там, за полчаса, как бы, продумал, продумал, о чём расскажу, как расскажу, и всё. Вот. Ну, ближайшие дни, я думаю, даже завтра, наверное, это всё будет выложено, и я объявлю о конкурсе в группе в моей ВКонтакте, на ГГ, на ГГ, на ГГ, группе ВКонтакте, видимо, да, это всё будет. Ну, нужно будет оформить, что, Андрю, патерант оформит, там, ну, как-то под конкурс тоже оформит. Всё увидишь, я анонсирую, скажу, как раз завтра БЛИСКОН, я думаю, как раз хороший день, потому что народа будет много смотреть, я думаю, БЛИСКОН. Да, кстати, ребят, привет, Милка. Вот, кстати, кто на Твиче, ребят, завтра, ну, я завтра до БЛИСКОНа, конечно же, начну, ну, в любом случае, помните, что стрим будет на ГГ, как бы, только, естественно, потому что там забанят, иначе канал. Энигма идёт пушить, ребят, долгие-долгие харассы, вот, но в итоге всё-таки вышел Энигма в пуш. Здесь есть тюверчаж, здесь тоже сталкеров немало достаточно, вот, но... Так, здесь какие-то косяк контроля, один сталкер отдался. Плюс эмо тут здесь и с центрями, внутри адепт заходит на мейн, вот сейчас бы адептов с глефами сюда ещё бы внизу, на второй базе. На мейне адепты наваливают, будь здоров, пошёл опять же выход, пилды от Энигмы очень неплохие, сталкеры отблинкиваются, Эмортл вышел вперёд, Эмортл нужно назад, вообще не вернуть. Ну, два оверчажа, нужно ли драться с двумя оверчажами, Энигма приняла решение, что да, нужно, да и, в принципе, он продавливает, даже оверчаж кончился раньше, чем Энигма какой-то дэмэдж маломальский значимый получил, не то, что значимый, который могу перевернуть битву, я бы сказал, даже. Гэгэ. Гэгэ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вторая игра, ждем вторую игру, ребятки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, ребят, вернулся к вам Признаюсь честно, скушал пару пирожных, потому что пока снимал обзор и пока все делал, не поел, ничего не успел и уже надо было начинать стрим Вот, начал стрим в 6 часов Ну, собственно, и смотрим Так... Юр, ты там уже успокоит, вот, тормозы уже, который понимает, как протекает современная служба, вот, или я его успокою уже... Потому что, как бы, ни я это начал, ни мне, по идее, это заканчивать надо... Короче... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, ребята, Энигма выходит Никсус, вот, и срач пресекает... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Шу-шу-шу, да... Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шуу Опять Энигма умудряется к Анти Килеру зайти и опять катастрофа на Мэне, опять пилоны стоят криво Вот этот пилон здесь бы был, можно убить было бы. Шесть пробок на ровном месте потида, здесь три сталкера и сентряя идут в ответку. Что они могут здесь делать? Ответ ничего. Здесь два сталкера и сентряя, и мазеркор уже прилетает. Сейчас еще четвертый, еще еще одно сентряя выйдет, и пилон достроится. Робо пошло у антикиллера, и Нигма делает то же самое. У него уже готова робо, во-первых. Во-вторых, у него делается блинг у Нигмы. Но здесь один плюс, здесь делается грейд на атаку. Ну, грейд на атаку, конечно же, решает, да. Но грейд, вот этот и форжа, она должна гармонично вписываться в билд. Что за клава позади меня? Это клава моя, которую я вот только недавно использовал. Ну, ладно, сейчас в паузе покажу тогда вам. Митсуми моя любимая. Ну, а я на леновской буду пробовать. Почему? Потому что я еще раз говорю, я снял обозрение на мышку с коврома на наушники. Но наушники будут позже выложены, вот. Так, все, я эту чму выпиливаю. Мне давно эта чму как бы не нравилась на самом деле. Вот. Потому что это конченый какой-то вообще человек. Видно по его разговорам и по всему вообще. Вот. Может быть, он создаст новый аккаунт, будет себя нормально вести, чтобы его глупость никто не видел просто. Так. Все. Теперь будет спокойнее. Выход идет от Энигмы. Блин, готов. Готов. Полетает призма. Сейчас разложится. Будет довар. Ага, это не просто врыв, ребята. Это будет переблинг на мейн, судя по всему, блок рампы. Ну и все, врыв на мейн пошел. Я не знаю, как будет справляться с задачей обороны сейчас оппонент Энигма. Ну вот недавно буквально я видел стрим, где игрок в стоке выкрутился телепортом вот этой армии на мейн. Вот в обороне. Но здесь, боюсь я, телепортом совсем не выкрутится бой. Да тем более его и не собирается делать, как вы видите. Оппонент Энигмы. Здесь очень много сталкеров. Да, здесь грейды есть. Но просто нужен элементарный фокус имморталов. Зачем просто блин-контроль идет такой, если можно, да, вот так вот агрессивно влингнуться и убить. Привет, Димончик, Беноско. Три считаю, мониторов у меня два. У некоторых три. Но мне кажется, что третий лишний образ. Не знаю, что на него вводить даже. Ну что, продолжается блин-контроль. Что-то сталкеры у Энигмы прям все деможены. Да, вартливают он адептов еще, для того, чтобы бонус по адептам оппонента был. Причем у Энигмы, между прочим, а нет, у Энигмы без Глеб. Здесь Глеб. Ну, в итоге, и срок ГГ. Ну, в итоге, и срок ГГ. Так, Юра, разбанить можно на старом сайте. Всех, кого мог. Я разбанил, в общем-то, вчера там. Но его забанил, судя по всему, кто-то красный, соответственно. А если кто-то красный забанил, то я не могу даже на старом сайте разбанить. Вот в чем прикол. Так что, ну, тут пока что никак. Продолжение следует... Продолжение следует... Двух разбанил, а его не могу разбанить. Недостаточно прав у меня пишет. Так, ребят, кто-то скидывал Старкрафта. Кто-то скидывал на Старкрафт, в общем-то, ссылку за 350 недавно. Если не улом, скиньте еще раз. Продолжение следует... Все, я нашел, ребят, уже ссылку эту и скинул. Так, Димончик, да, Рейл это Вердос, это Верди, наш старый знакомый. Ну, я не знаю, что значит, он меня харит, пипец, этот термин, но, видимо, то же самое. Те же самые чувства много, кто испытывает, но Вердос бывает исправляется, потом не очень, короче. Опять же, исправляется. Ну, он, да, играет, он уже играл и прошел вчера, кстати говоря. Вот, ну, вторая игра у нас за ВЗ получается. Френд против Фоллинджера. Поехали. Я думаю, что Френд фаворит, в принципе, в этом турнире он фаворит. Вот, потому что... Ну, игрок достаточно давно играет в нормальные... Да, Реалпок. Человек просто мне в личку пишет, ну, вроде как, вроде как нормально там все должно работать, я так понимаю. Не знаю, не уверен, почему-то я нашел ссылку еще. Так, в паузах между игр, ребят, буду рекламу показывать, я вам уже говорил. Ну, вот, так что... Какой громкий звук, а! Все, отлично, ребят. Ну, как вы знаете, просьба, конечно, отблоки отключать, поддерживать меня и мой канал. Вот. Это все приветствуется. Безусловно. Ну, и поддерживать в описании через плеер. Так, преданность к реалити. Там банил модер, поэтому я не забанить, не разбанить, ничего не могу вообще сделать. Сейчас попробую. Ну, ты нафрать. Да, так и есть, короче. Даже, даже забанить ничего не могу. Не знаю, почему-то кто-то там что-то сделал. Харит наи ударение. Ну, это какой-то термин, не из наших краев, короче. Так что, в любом случае, я не знаю, но... Видимо, подбешивает маленько. Это значит, не знаю. Так, здесь Френт, в общем-то, встречая четырех лингов, умудряется двух рабочих убить сейчас. Фоллинджер. Крептумер пошел у Фрика. И нету третьей хаты. Парабам, он отстает. Как-то у Фоллинджера здесь, смотрите-ка. Я что-то не вкуриваю вообще. Так. А, шесть лингов были. Я все пропустил, братва, извините. Шесть лингов были потеряны. То есть, они, видимо, сюда прибежали, как бы. Я этого просто вам не показал. В итоге, я считаю, что у Фоллинджера все замечательно. То есть, у него есть лейер, у него есть ручь. Так. А вот это уже провал, ребят. Можно смело нидус отменять, потому что здесь уже пуша не получится, скорее всего. Я не знаю, будет ли Фоллинджера его отменять или нет, но сдается мне, что просто его можно будет маслингами сгрызть этот пуш, как бы, и все. Ну, и ручьи строятся минимум вообще. Где линги, где что-нибудь, чтобы будет пушу помогать. Что-то туда два ручья, три королевы высадишь. Здесь 1-1 заказано. Посмотри. Опа. Пробежал сейчас Френд. И, очевидно, мне становится одно, что он не понял, что здесь происходит вообще. То есть, у него 10 лингов заказано, он какие-то игры, да и делает так, 20 лингов. Неужели он просто так втупует, вот с все лингами отобьется? Это будет для Фоллинджера катастрофа вообще вселенского масштаба, на самом деле. Потому что, ну, такой нидус обязан проходить просто, это факт. Ну, вот, начинается борьба, начинается, начинает Фоллинджер Ровера Фукс. Выходит 3 ручь, 3 королевы, он не контролит их, это катастрофа, все окружено. Ну, нахрен так делать-то, ёморо. Контроль ты, Вовчик. Володя, ты чего, блин, творишь? Вовчик, это клан, ладно. Ну, все равно Володя, какая разница? Если, если и не Володя даже, если это клан. 67-54, но все равно ручьи, что-то много, ребята, королевы прижаты в угол. Такие вот они ручьи, ребята. Не уважают чужих королев. Зажали их в угол и скушали. Заплевали просто нафиг. А ведь тут же такие же королевы, только другого цвета. Привет, Мордозет. Дядька, ёморо, тебе, что ли, я дядька? Да ладно, уже дядька, да, уже пора привыкнуть, уже старая, ёморо, чё. Всё замечательно, ну, клау-то ищу. Сейчас ждём следующую игру. Ребята, обещала вам показать. Сейчас покажу. Вот моя старая, любимая моя Митсуми. Вот рекомендую тоже. Ну, как, у кого нет финансовых возможностей, на какие-то клау-то, там, механические. Просто я не знаю, её сейчас, знаете, только заказывать, потому что раньше они были PSP-1, но эта USB-шная, я просто у друга подрезал, как бы. Ну, я всю жизнь на них играл, она просто в порядке, как бы. Вот, ну, сейчас, сейчас тоже в порядке, я думаю, даже более в порядке Lenovo Clava. Вот я сейчас её потечу некоторое время, потом обзор на неё сниму. Вот такие вот дела. Но у меня пока ещё самое главное, что мне непривычно пока расположение здесь всё кнопок, поэтому на это потребуется время, да, чтобы привыкнуть. Так, в чём дело? Не знаю, в чём дело. А вот. Боврик немножечко сбился. Ну что ж, неожиданно для меня, что Fallinger Freak разваливает. Ну что ж, неожиданно для меня. Да, да. Ну что ж, неожиданно для меня. Да. Продолжение следует... Так, какую тебе ссылку скинуть? Кидаю всем ссылку, если ты про турнирную ссылку в сетке. 1-0. Хата стандартная от Воллинджера пошла. Через Нидус, который оппонент видел, просто умудрился он пробрить в мясо вообще. Сейчас Френда. Вот, ну, битва продолжается. Френд еще не проиграл, ведь это вот их до двух побед. Газпул после Хата здесь все стандартно абсолютно. Не поверь, гладя на новую Клау. Райт, на что не понял ссылку кинуть? Я понял, Митсуми. Я вот этих Митсуми еще побольше заказал, ведь рука анти. Ссылку на Клау за 300 ссылки у меня нет. Вы можете загуглить просто на Внете, Митсуми USB-шная клавиатура. Митсуми USB-шная вы не найдете, не промахнетесь точно. Просто я не знаю, где ее заказывать. Она умеет летать. Да, эта Клауа еще из относительно недорогих вот новая. Я посмотрел пример обзора, там какой-то дотер обзор на вот эту Клау делал, еще на какую-то, ну, чтобы так прикинуть, да, сравнить, как бы, попроще. Мне было самому обзор делать на мышку сидел. Чарль, хватит бухтеть уже, а? Там какие-то за 20 тысяч Клауа у него вообще там вообще дикие просто, но это перебор реально. А эта вроде там чуть меньше пяти стоит. То есть для механики это сейчас с нынешними курсами немного еще получается. Короче, ладно, не надо плудить. Про Клауу я сниму, потом обзор сам пойму. Тут просто много. Тут прямо вот есть кнопочка, жмешь и макрос делаешь. Как бы ее нажимаешь, жмешь комбинацию, нажимаешь еще раз кнопку. Жмешь, ну, там, куда ее, на какую кнопочку эту комбинацию вбиндить. И она прямо вбиндит, как бы, на клаве их это все. Ну, то есть такие много всяких подсветок. И мне тут не нужно лично вообще, как бы, ничего. Ну, кому-то понадобится, может. Короче, ребят. Да, вчера в Аломе я не успел показать. Говорит, дети Чарлика ждали. Блин, а я стрим закончил, извиняюсь. Не знаю, здесь он или нет сейчас. Но вот сегодня смогу этого гуся поймать, показать вам в любом случае. Так, она старается. Нет, стример не стримил. Должен банить, как бы, да, на своем канале. Но он не должен быть главным, потому что могут люди обсирать там портал людей, которые на нем работают, благодаря которым это все работает. А я здесь почти с самого начала, поэтому, как бы, мне прекрасно понятно. Вот. Ну что, приходит Полинжер, ребят. Я еще-то все проклаву, про какую-то шляпу. А здесь-то пуш идет 32-24 по лимиту. Вовчик залетает и Вовчик разваливает просто этого зерга Френда, по-моему. Я вот вижу, что ему очень тяжело будет сейчас отбиться, потому что роучей здесь больше, лингов больше. Как это Фолинжер умудряется сделать? Ну, как-то он это умудрился сделать. Молодец, Фолинжер. Что тут говорить? 2-0. В общем-то, Френд идет. Лузера получается. Да, плюс есть порталы правила, которые стример тоже не должен нарушать. Модер и для этого тоже присутствуют. Субтитры создал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Партрет Чарлига повесить Чарлигу не нужна такая слава Он парень простой у нас Стеснительный Можно гнездо ему свить Какой-нибудь, конечно Но он и так каждый день тут мелькает Уже приелся Так, во-первых, Гарджейн Антикиллер спален сейчас Во-вторых, 4 пробки погибло Все катается туда-сюда По лимиту уже проседает антикиллер Вот он бегает туда-сюда Придется звать сейчас Пауза будет Ну что, наконец-то линги уничтожили Это пробок вообще не контроль 8, все, на мэне здесь 20 Переведись ты уже назад-то проб Да люди шутят там Ну что, верчаж выставлен Овер на 11 хп умудряется свалить Здесь у нас Так, где эти ребята находятся? Я чуть не вижу Вот они где варкаться Но здесь уже везде, везде есть спорки Правда, лейер поздний Вот сейчас на таран Можно было бы снести вот эту спорку, например Четырьмя дарками в легкую Я просто уверен в этом И попытаться забреть третью базу Но нет, на таран не снести Прибегают линги Дарки окружены До всех четырех шульвижен достает До трех доставал вижен И три упали из них Это была катастрофа для процесса Сейчас, к сожалению Еще два дарка варпятся Как-то ЗРК вовремя очень понял Что нужно сюда врываться Но это вот опрометчивый дробь Будь просто внимательным Более-менее один оверчаж Сразу минус овер, соответственно Хотя нет, ну тут уже на два удара нарегенилось Но тем не менее Так, шесть оверов еще заказано Так, шесть оверх Пытается, пытается Прот что-то сделать Минусует сейчас овера Да, варпливая зелков Но это такой Типа, как СОС сделал Врыв, в общем-то, в лоб И, видимо, передробку от на ХГ Еще адепт СН3 сюда приходит Дополнительно Причем линк все это спалил Зелки новые, новые варкаться Здесь роучи на муве подстраиваются Плюс аксидировки еще немного Но есть вэллинги уже Видит ли овером ЗРК? Нет, он ничего не видит ЗРК Прот умудряется в темноте здесь проваркаться Но это полный улын, естественно, будет Зелков ни в коем случае Вот сейчас на бэллингов вперед Нельзя посылать Они сейчас прыгнут в кучу прям в бэллингов Что ты делаешь? Прыгают в бэллингов Ну, кстати, большая часть выжила И бэллинги падают И зелки давят И Морфл стреляет И Архоны бьют Но зелки были очень демеджены От бэллингов Они быстро погибают в итоге Здесь контроль на призму начинается Была Сентря Гвардиан Шилд Она не выставляет против роуч Хотя Гвардиан Шилд может помочь В принципе, неплохо Все, протаса пуш закончится 60 на 120 лимит Вообще-то пришел Убился А в зерго протаса сейчас Единственный вариант для него Отступить домой Попытаться дома что-то сделать Но что он мог бы сделать? Может быть, вторую фажу отстроить? Ну, ой, вторую робу, простите И Морталов с двух робу подмазить У меня иногда получалось Так в лодке, да, камбэкнуть Как в воле я любил В колоссов двух роба 6 Выйти зергом Если он мутку не уходил То иногда получалось Да, как бы За камбэчей Самой провальной ситуации С двух баз Да, как бы Так, парт беды написал От чарлика написал Это перебор Ну что, ждем следующую игру Заходим в игру Это уже матч лузеров Напомню Впереди будет у нас матч Виниров и Десайдер Одновременно Десайдер Десайдер Вторая игра Френд против антикиллера 1-0 он уже ведет Посмотрите, что делает зерг Он играет с пулу С первого Десайдер 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 Привет, фюр-фюр. Давно тебя не видел. Как дела? Надеюсь, всё нормально. Так, ну что же, пора бы немножечко по игре. Бегут вперёд линги, здесь выходит первый зелок, а вот здесь прохода случайно нет. У меня что-то возникает ощущение визуально, что как будто бы там должен быть проход, но судя по всему его там нет. Мув лингом делается, зелок не окружён, линги проходят. Что ты делаешь, френд? Ты либо дерёшься зелком, либо ты, чёрт бери, дерёшься с пилоном. Другого выбора здесь нету просто. Зелка вроде как зафокусил, адепты уже строятся. Ну тут, кстати, как-то не актив всё же ситуация. Так, линги пытаются прогрыть пилон, здесь часть лингов открывает. Адепты отвлекают, пилон на гейтах сейчас упадёт, это значит, что гейты вырубятся оба сейчас. Это провал. Зелок сверху окружён лингами. Зелок уничтожен моментально практически. Здесь линг стоит сворваться. Уверчаж выставлен, но он не прикрывает всё. Нексуса нету. Но двух адептов досы... Вот если бы сейчас зерк поверил бы в то, что продавит и лингов масел бы нон-стопом, то... Хотя он подстраивает, но в какой-то момент, я так понимаю, он рабочих всё-таки дозаказал. Так, с пробками ещё раз битва пошла. Здесь два адепта встают, закрываются. Кстати, здесь проход был, судя по всему, ребят, да? Здесь не было стенки, ребята, в тот момент. Вот это фейл вообще. Но он здесь антикиллер всё равно отбился. Ну, это полный фейл, вообще. А, на игру за 300, ты говоришь, ссылку кинуть себе. Я прошу прощения, сейчас я просто не заметил, вроде. Я думал, на Клау за 300, блин, надо кинуть ссылку. Где это вообще? Ща, кину тебе ссылку. Слава, голова! Ну что, ребят, здесь торги делаются. Адептик стоит, закрыл в итоге проход дополнительным пилоном. О, блин, это мастер стенка профессиональный гейт. Надо дальше ставить, вот так вот его поставить, вот сюда. Он как бы закроет проход, получается. Он кривейшим образом абсолютно был поставлен. Адепты двигают вперёд. Здесь передроп лингов на мейн ожидается сейчас. Мазеркор вообще не на позицию просто. Непонятно, что он там делает. Он вообще висит. Он просто висит, вообще ничего не делает. И он висит таким образом, что может подставить сейчас просто обладателя своего антикиллера на мейне. И линги сейчас погрызут неслабо, на самом деле. Так, чё линги-то стоят, не пойму. Или тут одновременно планируется и на вторую, и на мейн. Здесь адептов миллион уже. И мазеркор вернулся. Я не понимаю, что делает сейчас Прент абсолютно. Он протянул время. В итоге ни здесь не ворвался, нигде не ворвался. Вот. А если б раньше ворвался, прикиньте-ка, мазеркор здесь был и юнитов не было. Здесь ещё просто в итоге и среагировал. Ёма. Ну, это печально, на самом деле. То есть дэмошный получился. Так. Говорят, во-первых, не надо транслита. Вот. Во-вторых, твой вопрос понятен. Если ты случайно увёл рабочих с добычей, то варианта направить их назад уже нету. Их надо вручную направлять. Направить ты можешь только тех рабочих. Сейчас, подождите. Адептов сгрызает у нас Френт. Адепты падают. Аракул падает. Всё, короче, падает. Чертям очень просто отдаётся. Но лимита больше, рабочих больше. Только те юниты, у рабочих, у которых есть минералы, ты можешь что сделать? Обвести всё. Нажать С и С как бы. С, английскую. И тогда это хот-кей, в общем-то, на, собственно говоря, сдачу ретон-карго. В общем, минералы газ сдаются. Они сдадут и сами поедут на добычу данные минералы. Но те, которые пустые, они как бы никуда не поедут. То есть, такого хот-кей нету просто. Или, может, и... Да нет, его нету, я думаю, что... Если бы он был бы, я точно знал бы, там, сколько я его в StarCraft играл. Много достаточно. Хорошо, что лучше фюр-фюр, чем было. Потому что... Потому что даже когда... Так же, как было, если даже нормально, это уже хорошо. А когда лучше, то это вообще замечательно. Главное, чтобы хуже не было. Ну что тут? Кстати, антикиллер адептами неслабо пришел к зергу. Посмотрите, бейлингов вообще нет. И адепты с лингами-то здесь справляются. Я вижу, линги точно здесь все не пробьют. Они погибнут, и сейчас и дроны начнут падать уже. Нужно ли вообще на треть телепортироваться? На треть-четыре дрона есть? Да, нужно телепортироваться. Как раз под прирост вышел, как тайминг словили. Хорошо. Адепты дронщиков. И, кстати, по-моему, сейчас антикиллера ты можешь пробрить, на самом деле. Вот. Приходи почаще, фюр-фюр. Что говорить-то, если... И спеш время есть. Смотреть стримы. Так, адептики вниз поверли. Так, по двое амортал уже строится. Масса адептов здесь наварплена. Фаржи нету, правда. Фотонок нету. Это ошибка. Потому что здесь вообще вот юнитов нет. Ничего не стоит, ничего не прикрывает, что очень странно. Заказан блинг. И по три пробки строятся. Так, адепты третью пытаются... Так, здесь еще фениксы есть. Может, королеву поднять, если мешать чем-то будет. Так, иллюзии на третью заходят. Врывается фениксами. Королеву поднимите. Что ж ты ема? Какие рабочие. Королева дэмэдж адептам дает, а он поднимает рабочих в это время. Летает. Ну, что за... Блунтик с кема, блин. Ну, тут хорошая позиция адепта встается. Он долго сражается, но он будет уничтожен, конечно, этот адепт. И ночь 4.75 пытается, пытается френд как-то ожить здесь, пытается отстроить бейлингов с покатушками лингов, но тут боюсь, что уже не поможет ему это. Так, здесь варп пошел адептика на рампу. Филд против лингов, нескольких лингов зерк подрезает, ой, просто точнее, подрезает. Еще плюс 2 аморклы будет, 5 штук их уже станет. Центря заблудилась, минус центря, конечно же, моментально. Здесь у нас что, здесь фениксы летают? Смотри, дроны падают. Так, да, варп еще адепта идет. Здесь вот, когда так линги забежали, это можно было что, 1 филд, 2 филд, как бы и сблакануть вот их и здесь все, это были минус линги сразу. Плюс еще адептики пошли, еще 2 аморклы. Ну, мне кажется, пора уже Протсу сделать призму и пойти уже что-то сделать с зергом. Он слишком тут настроил много аморклов. Что за хрень тут летает, ё-моё, уже ноябрь сейчас будет. Еще летают какие-то тут эти муки. Даже мушки какие-то. Так, поднимает вообще морфящихся коконов с бэллингами. Протс. Вывел иммортлов к центру. Их уже вообще тут просто нереальное количество. Что по гейтам у нас, давайте глянем. По гейтам 6 здесь, 2 здесь. А нет, там не 6. Там было 5 гейтопа, 2 здесь. 7 общей сложности гейтопа. Это немного для такой экономики. Нету архивов темпларов. Я вчера за это ругал лайтвейта. Он проигрывал вот за этого там. Вот. Мог бы добавить, в общем-то, спокойно. И убивать зергом. Он там и так убил, но газ здесь не тратится тоже. Заходят сейчас Протс на хг или не заходят. Сентрей. Ё-моё, вообще тут 12 штук. Куда тебе на такой стадии? Сентрей-то столько. Кареладжеры есть у зерга. Непонятно. Грейды по нулям. Фаржи, по-моему, до сих пор нету. Да, фаржи до сих пор нету. Тринадцатая минута пошла. Филдами сам себя заблочил. И вот попёрся. А, ну он типа обходит. Ну, призму-то забыл. Ну, короче, сам от себя, от своего даварпа ушёл. Ну, молодец. Ну, тем не менее, здесь без даварпа здесь такой микс. Просто имморталов реально много. С другой стороны, прикрытые имморталы, они... Ну, их убивают достаточно быстро. Зерк. Пошёл в замес. Филды здесь поставлены. Сверху не были поставлены. Врывается роучер. Врывается королева. Непонятно, где призма. А забыть-то вообще вдали там просто. Без призму-печали адепты заходят. Адепты сейчас помогут затанковать перед иммами. Но эмоф уже 7 штук стало. Фениксов вообще в бою не было сейчас. Короче, в итоге на халяву здесь отбивается зерк. Ну, посмотрите. Такого тупого решения, извиняюсь, я давно не видел вообще. То есть, у тебя здесь призма находится. Ты заходишь войсками сюда отдельно от призмы, принимаешь бой и просто разваливаешься. Сейчас зерк от зерка, которого вёл просто всю игру, блин. Ну, что за нервничает, видимо, антикиллер. Я не знаю, чем это объяснить. Просто можно даже через этот узкий проход лучше было бы заходить. То лучше было бы. Пофиг на фаербол, а бы просто филдов здесь наставил бы и принял бы бой. Либо призму сюда надо везти было вообще. Мутка летает. Я надеюсь, не револьвера здесь ко мне пришла. Ну, с другой стороны, если она такая, то она быстро отдастся, наверное. Но я чуть пока поймать не могу. Походу, посерьёзнее. Че какая-то какая-то. Ладно, шутки-шутки. А кто опять будет обидеться. У него серьёзная муфта. ГГВП пишет антикиллер. Это 2-0, ребята. Чё-то я мёртый, говорит. Так. Какой турнир постримить? Крекер сломен. Если ты про данный турнир, то тебе надо зарегистрироваться на Гудгейме. Вот. Испалишь. Используйся. Покльпе. Покльпе. Удобно хрустить. Спасибо. Удобно хрустить. Фюр-фюр, да не, а какие ланы? Какие ланы? Ланы уже в прошлом практически все. Вот. Может, на каком-то когда-нибудь лане-то я еще и побываю, конечно, но именно тащить как бы я и куда-то на ланы ехать целенаправленно я не собираюсь пока. Потому что я не тренюсь почти. Ну-ка, играю, правда, меня то в GML, то из GML обратно выкидывают, как бы, то есть. И там 5600, 5700 ммр держится, в принципе, неплохой достаточно такой, но нет. Ну что, все в игре. Насколько я вижу. Так, рекламу пильнул, ребят. Помните, что сейчас реклама есть достаточно много. Я вас... Так, Чарлик, иди сюда. Чарлик! Надо показать Чарлика. Все, матч пошел. Обещал я этого наглеца показать. Вот он. Надеюсь, вы здесь. Ребята, вот он, мой шерстибрат. Ну что ты, не боись. Вот он какой. Оп! 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 Зачалик. Все, давай сюда. И сразу, иди на окно, иди. Оп! И ушел сразу, потому что здесь ему не нравится. Короче, поехали. Далее, ребят, вторая... А, точнее, вторая игра, это матч Венеров уже. Посмотрели мы три по три на данный момент. Венеров. Финал, точнее, получается, даже Венеров. Венеров верхней сеткой два первых матча получается. Матч лузеров. Спасибо антикилеру за участие. В общем, надеюсь, увидим в следующих сезонах. Вот, посмотрели плей. Может быть, запись там, какие-то моменты усвоишь. Так, Cracker Suomi. Если ты хочешь в Starline турнир стримить, просто приди на Goodgame, короче, я не знаю, зарегистрируйся там. Напиши мне в чате, в моем там на Goodgame свой... Я не знаю, погоди, какой... Я тебе, короче, просто придешь, контакты мне дашь какие-то, да, там... Вот, либо в описании вот Твича, в описании Твича есть мой PayPal, по которому поддерживать меня можно, да, как бы... Вот это же мое мыло, в общем. Напиши мне на мыло, короче говоря. Вот, я тебе дам Skype человека-судьи просто нашего. Ну, в принципе, это можно решить. То есть, мы никому не запрещаем, просто придешь и стрим, как бы, если хочешь на этот турнир. То есть, это без проблем, на самом деле. Если про Starline речь идет. Если про что-то другое, если про что-то другое, то... Наскоряли-то, если с премиума куда-то переключиться, я не знаю. Нет, если у тебя премиум, то тогда реклама на любом качестве не идет, насколько я помню. Насколько я помню, то на любом качестве она-то не идет. Ну, волнение это нормально, антикиллер. Волнение я даже сейчас, если в турнир играл, волновался в 30 лет. Как бы, это нормально. Или просто кто-то умеет с этим эффективнее, просто кто-то менее. Но, в любом случае, опыт приходит, как бы. И уверенность в тренировке тоже, естественно. Ну что, прибегает Фоллинджер, ребят, что-то я флужу-флужу. А здесь-то пошел улынчик уже от Фоллинджера, смотрите-ка. Забегает он просто лингами сейчас. Начинает бомбить, хайграунд, передроп пошел. Прямо на адепта, на сентрюк все падает. Здесь линги прибегают, пилон принимать пытаются. Оверчарж кончился, нужно новые пилоны ставить. Новые пилоны не поставить, пошел оверчарж, сейчас кончится филд. Нужно пробивать этот пилон. И линги-то все новое-новое подходит, ребят, эта печаль полная. Пилон номер один падает, пилон номер два падает. Лингов очень много остается, хотя здесь есть адепты пробки. Энигма пытается отбиться, но Фоллинджер серьезен, давит просто жестко. Лингов новая партия выбегает. Но здесь-то как-то совсем мало осталось. И новую стеночку выстроить, может быть... Как же долго стоять. Как же долго здесь толпьют, а? Подумал, наверное, Фоллинджер сейчас. И стенка-то заново восстанавливается. Но юнитов кроме мазеркора вообще нет. Если сейчас филон вот этот будет пробит... Вот этот... Кого линк там грызет вообще? Не то, что-то он грызет, ребят. Сейчас уже и варп будет готов. Так, фюр-фюр. Вот. Если как бы есть желание, может раздавать. Конечно, конечно, людям пригодится. Но в ноябре будет конкурс стримеров. Вот. И премиум бы, конечно, в ноябре помогли бы. Но они на самом деле приняли решение, что они так же, как донат, будут настолько же влиять по очкам. Потому что иначе это будет... Минкар85 поддержал ваш канал на сумму 200 рублей и сообщает Чарлику на телефон. Спасибо, Минкар. Вот. То есть как бы... Если будет возможность, приходи в ноябре. Ну а если и сейчас есть, то можешь порадовать кого-то. Не знаю, если я правильно это понимаю. В общем, Даркшрайн. Даркшрайн здесь у Эникмы, ребят. Фоллинджер прекрасно имеет этот Даркшрайн. Здесь уже адепт в 5 штук. Боюсь, их уже никуда не... Ой-ой-ой, они с глефами, ребята-ребята. Давил Фоллинджер. Давил, да не давил. А-а-а, понял, Крэкер Суоми. Этот, я как... Ну ты можешь на мыло мне написать. Не обязательно на Гудгейм идти. Тогда напиши на мыло. Просто у тебя не сразу, ну не так понял. Я думал, ты сам хочешь постримить. Насчет, чтобы постримить какие-то турниры, я могу это сделать, но они... Аланчо поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей и сообщает, привет, Серег. Так. Спасибо, Минкар. Спасибо, Киёк. Рад тебя видеть. Вот, спасибо тебе большое. Сегодня прямо Икей. Фюр-фюр. С вечера встречи старых добрых людей, посетителей. Вот, короче, ты мне на мыло отпиши, Крэкер Суоми. Я просто не... Если турнир будет совпадать с какими-то важными турнирами, то, конечно же, я не смогу. Если он ни с чем не будет совпадать, то, конечно, разберемся мы легко с этим делом. Вот, адептики здесь ходят, адептиков минусуют. Пытается Фоллинджер здесь что-то сделать, но не получается. Энигма здесь, на самом деле, чудом отбился. Я признаюсь честно. Я думал, что всё, уже гг, он продавит. Не, не продавил. Не зря ты обнимал заплечика. Я понял. Да не, я тебе говорю не про привязку к донату, а не про... Я имею в виду про ноябрь. То есть там будет... Не знаю, ты, может, не знаешь, там конкурс будет стримеров типа с призами, со всеми делами. Но я, конечно, буду участвовать. Не знаю, насколько там шансы есть. Но, по идее, если никто обувь не будет, то, я думаю, прекрасные шансы. Всё-таки я всегда в топчике здесь. Вот. Просто там премиумы тоже будут давать баллы, естественно. То есть 10% от стоимости. Точнее того, что получает. Стример получается, да, как-нибудь? То есть 6 баллов с премиума. Ну, как за донат 60 рублей, ровно так и будет. Так, ну здесь Энигма приходит. Здесь уже не сдобровать зергу, ребята. Здесь есть бандит, глава всей банды. Белый Александров, его зовут. Вот. Но он не такой, короче, как другой персонаж. Он ещё более серьёзный, ребят. Он нематериальный, фактически, да? Он из полей состоит. Фаербуллы, конечно, попадают, но глава разваливает. Встал за своими подчинёнными, просто не лезет вперёд, между прочим. А он и танковать может. Но дэмэджи он тоже выдаёт нормального. ВБГ, ГГ. Тысер Холиндер. Что-то он немножечко понервничал, видимо. Ну вот. Всё, ГГ, ребят. Так что фюрфюра, ну, если хочешь, можешь что-нибудь пораздавать. В общем, саму я никому ничего не запрещаю. Так, на Твиче тоже есть мыло, Крекер, Соми. Вниз по описанию канала поддерживаю, как PayPal мой. Так, всё, я не знаю даже, как на Твиче разманивать. Предбарха-23. Да, иногда обучаю новичков, вот. Но это редко бывает в последнее время. Опять же, можешь мне написать либо на Гудгейме в личке, либо на... Сейчас личка как-то криво пока работает. Вот. Можешь писать по мылу, которая опять же в описании канала, где поддержка, в общем-то. Там, в общем, можно обсудить условия. Я просто не знаю, что по времени, как и устроить ли условия, да, тебя там. Так что дело такое. Простит готовить smoothie. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Делаем, что надо. Так, а как сейчас это делается? А, так же все и делается. Я так понимаю, личный, да, как бы... Купил личный, короче. Что-то я не заметил сейчас же. Продолжение следует... Аланчи активировал премиум на ваш канал. Так, спасибо, Киркс, еще за поддержку. Продолжение следует... Ну что, ребята... Энигма 1.0, поехали. Так, какая команда была самой топовой в СНГ? По БВ, да много всяких команд было. Android в 3D был, наша С2 была тоже, там команда неплохая. Потом Рокс, до этого АФЗ, Риф, там много всяких команд был. Так, фюр-фюр, что-то случилось-то опять. Ладно, давайте пока фюр-фюр на 20 минут забаним. Что-то ругается она опять. А потом посмотрим. Давно не видели просто вдруг. Говорит, что все хорошо. Будем надеяться, что так. Короче, ладно, ребят, смотрим игру. Да не, не надо просто выпиливать. Мы никого обижать не будем, но и нас тут обижать не надо. Тоже ругаться как бы... Матом, ребят. Так, ребят, как на твиче, милка, я вообще не знаю, как на твиче разбанивать, признаться честно. Поэтому мне тяжело как бы ищать. Это, видимо, нельзя сделать, надо на сам канал заходить. Только позже, как бы, в паузах. Уж мне на ходу разбираться, но я буду комментировать, то нет. Так, Эйнур, это я тебя разбанил. Теперь я вкурил, что можно со старого сайта разбанивать, как бы, вот. Ну, кого модерз забанил, соответственно, я все равно не могу разбанить. Ребят, вторая игра. Вот. Эникма играет против Фоллинжера. Казалось, что Фоллинжер уже сгрыз оппонента своего. Но нет, не получилось в итоге. Семьих, самая топовая, Тима ПВВ. Самая топовая, может, по созданию сайтов, всяких советов и существованию своему времени, но никак не по уровню, да, как бы, именно игры. Да в БВ прикольных много было команд сегих. Как-то они были более, ну, стабильные. То есть там люди присутствовали не за денег, а каким-то другим соображением. Так, ну что, здесь четыре гейта у нас сейчас будет. Глефы будут у нас в ближайшее время. И будет еще вот что с призмой. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Так, ну пришли адепты, здесь Enigma неплохо подхарасил. Во-первых, он забрал 5 дронов, во-вторых, слингами очень четко разменялся, что он потерял, он потерял 2 адепты, смотрите у Zerg'а какие потери, они явно выше, чем у Protoss'а. Пошел даварп дарков, вы сейчас видите, 3 пока их, сейчас будет 4 даварпен. Если, да, уже есть Slayer и уже есть Overseer, то есть Spoilinger ждет, ждет он этих дарков, он читает здесь все. Ну что, Follinger идет вперед, Enigma вернулся сейчас домой Архонами плюс Имморталами. Пилон надо убить, сейчас даварп же пойдет сюда, да фокусничный пилон, вот же он живой. Здорово, все, наконец пилон зафокусил. Мазеркор очень-очень долго выходил. На Архонах контроль, хорошая от Enigma идет, первый Архончик падает. Призма здесь есть, но юнитов-то больше нет, лингов до текания закончат. Суверчаж можно вот на этот пилон выставить, он может быть чем-нибудь поможет сейчас. Но Follinger пытается прорваться на мейн в данный момент. Иммортал до сих пор живой. Ё-моё, Иммортал-то разобрать, он сейчас роучер изговоряет всех, что ж такое-то, блин? Follinger творить-то, блин? Иммортал не разобрал. Так, здесь фаербулы прямо по адептам проходят, но всего лишь осталось 2 реводжера и все. А где до заказ-то я не понимаю? Зафтык с инъекциями, судя по всему, сейчас был, поэтому до заказа не было в какой-то момент. В итоге Enigma просто отбивается здесь и по рабочим Follinger проседает. Да, масс рингов сюда бежит, но смогут ли они вообще зайти? Вот сейчас мог словить момент, когда адепт был не в рампе, но в итоге не словил, вышел второй адепт. Так, Наргил. Ладно, верни этого гражданина, он говорит, что он там не ругался матом и вообще хорошо себя ведет, что и к нему предвзято относится. Ну посмотрим, посмотрим, я теперь сам буду просто внимательнее. Разбань, пожалуйста, а то мне как-то, ну, несподручно это делать. Вот, я думаю, что ничего там он не будет писать плохого. Так, ну, версирчики, или это здесь у Follinger 4-ю хату же ставят? Дронов-то хоть заказал бы приличное количество, посмотрите. 14 здесь, 11 здесь, 15, вообще нигде не было 16-ти. 11 здесь, 13 здесь considered Hmm. Уссссссссссссссссссссс! Так, и наскоряли эти. Я эти пригоры видел, как раз таки от нее ссылки, но что там говорить, на самом деле Реву это не красит все как бы, что там было, но я за этим не следил, я понимал, но иногда он там перебарщивал, но по ним только одно можно сказать, что как бы человек за базаром не следит, грубо говоря, то есть говорит одно, что не делает, а на самом деле делает другое, но это уже все фигня на самом деле, все это и так всем понятно. Так, Харп, хорошие фаерболы, да мимо, тайминг хороший, но мимо. 125-160, Фоллинджер опять идет, давить пытается, Роучер Реваджера лингами сейчас оппонент свою унигму, тут микс хороший очень, заходит через филды, хорошо, сейчас Фоллинджер фаерболы по центрам залетает, очень неплохо, имморталы подставляются, лимита больше, кажется, кажется Фоллинджер все-таки пробревает или нет, здесь сзади иммортал остался, в предыдущий раз тоже так казалось, но зачем принимать бой вот здесь было, раз-два-три пилона поставил, отошел сюда, филды поставил, вертажа на пилоны и гораздо проще было бы драться сейчас, но в итоге это не произошло. Гэй пишет, Enigma 1-1, ребятки, получается первая что ли игра у нас 1-1 сегодня? Ну как-то да, получается, что так. так, пошел Enigma 1-1, не обратила внимание, что Magic создал уже, заходим сюда. Так, а что-нибудь там у нас происходит сейчас? Так. 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 Продолжение следует... 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 Хорошие игры, молодец. Унигма как будто бы немножечко пригорела. Такое ощущение у меня. Так, ну что, ждем продолжения. Так, ребят, погнали. Последняя игра, Фюр-фюр. Так, я посмотрел твою ссылку. Ну, здесь ничего нового. Но, честно говоря, уже никто внимания на эту клоунаду не обращает, признаюсь честно. Все все знают давным-давно. Ну, что ж, молодец. Фоллинжер вышел с первого места. Вот. Френд против Энигмы. У нас ПОЗ опять, между прочим, будет. Так, пошел инвайт. Уже как-то резко подчеркали, прям так смотрю. После, ребят, этой группы я достримлю, в общем-то, по реплею Decider Match вчерашней группы группы А. Там ПВП остановился на счете 1-1. Кто запись будет смотреть на Ютубе, увидите. Перед, соответственно, вот этой группой я стримил в прошлую группу по реплею, которая вчера была, мне пришлось уйти. Вот. Ну, а по таймингу, в общем-то, не успел до начала матча. И придется 1-1 игру, придется после отстримить. Ну, после вот этого, вот, 3-3 спеши, но вот в этой группе это последний матч у нас, БУ-3 Decider Match. За второе место. За то, за место... В общем-то, в следующей стадии, получается. Кто-то вылетит, кто дальше пойдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 очень-очень такая. Гиты открываются. Масса он лингов закатывает. Если бы были глифы, вот адептам здесь, то что можно было бы сделать, соответственно? Сделать пару архонов и еще и, ну, с адептами покушать бы неплохо бы. Тут зерк прям резко собак на масел, я смотрю. Но понял сейчас с Энигмы, что уже с именно дарками ничего не получится сделать. Надо с адептами что-то пытаться сделать. Ну и летит на мейн. Ну а лингов архонами, если они их не окружают, сразу вот ты как-то вот сюда дропаешься, например, атакуешь. Можно очень неплохо проатаковать на самом деле. Вот подлетают архончики. Раз, два. Нужно только сразу загружать вот одного. То есть как нужно контролить против собак? Моя рекомендация, но это надо хороший контроль. То есть вот так вот ударили по собакам и первого архона окружают, только окружают. Вы сразу в призму забираете, бегут ко вторым, второй делает залп, вы этого первого дропаете, второго забираете, вот такой каруселью, как бы. И отлетают эти призмы. Да, собаки их куча стоят постоянно. Сплэшем хорошо архон попадает по первой собачке, да, как бы. И по, ну там они в куче находятся, сплэши хорошо заходят. Плюс они полей будут меньше терять. Ну это тяжелый достаточно контроль такой, да, но если так делать, то будет эффективнее всего вот в таких ситуациях. Ну зерк тогда агриться не будет. Лететь, конечно, но нужно будет подлетать вперед, опять его агрить. Так, и суммары выпиливаются. Королева отдается. Что-то тут френд королеву на отдавал. 93, 100 по лимиту. По рабам у унигмы столько уж, сколько у френда практически, смотрите. 93, 97. То есть, в принципе, по рабочему процессу это замечательно. У процесса делается плюс один грейд, это тоже хорошо. Но без буста, е-мое, куда буст-то второй поставить? А, ну, роба нужен буст, но здесь есть третий буст, который обязан быть в фарже сейчас. Есть добавление гейтов сверху. Нахрена их так ставить? Именно вот так вот хитро, я не понимаю. То есть, ну да, будет виджен от овера залетающего, а толку-то что? Все равно он может облететь вот так вот, в неранжа этого даже пилоны сюда верча ставить. Значит, потоночку сюда на какую-то. Плюс отсюда забегать могут убивать все это дело. Ну, я вообще рекомендую всегда вообще вот 6 гейтов на третьей базе. Это о чем вообще? Если какой-то пуш пройдет, гейты все погибнут, сразу ГГНа, ну, придется просто писать. А так, если третья погибнет, то продакшн на мэне останется. Еще будет шанс. Так, военный дроп, вот 7, ой, 7 пробок минус. Никаких юнитов вообще нету не реагирует. Сейчас просто по центру ходит. Энигма, рабочих не отбивать. Линги просто унижают экономику на мэне, а он что-то бегает здесь. Законтролился, законтролился. Пробками красными пытается драться. Потерял 18 рабочих. Утоги у зерга 78 на 42. Ну, это практически ГГ, на самом деле, для пропса. Смотрите, и лингов даже не пытаются отбить. Ну, что за ошибки-то ужасные такие? И еще 10 рабочих падают. Два линга сгрызли весь мэйн. Ну, это бред, блин. Они, конечно, герои для зерга, но это ошибки просто, а не заслуга зерга. В общем, проблема. Выход идет, очень много боевого лимита. Причем призма прилетает, архонов просто миллиард. Есть шанс еще задавить к чертям собачьим зерга, что самое интересное. Тут Энигма просто на мэйн свой забил, но чем дольше он тянет, тем шансов меньше становится. Нужно просто идти вперед и добить сейчас. И сплит нужен, чтобы бейлинги не заходили жестко. Ну, кстати, архоны стоят перед бейлингами, архоны идеально здесь функцию танков исполняют. Пошли филды, фаерболов на призму я просто не наблюдаю. Здесь линги не очень хорошо заходят. В итоге просто ходят на муви, просто на муви просто ходят. Ну, что это за битва такая? Призма была уничтожена. Конечно, под реводжеров призму разложить прямо, ее сразу же они уничтожат. По фаерболам ходят, гуляют, кайтят ужасно просто. Ну, то есть он ходит на муви, он не стреляет. Если ты хочешь кайтить, нужно чик-чик стрелять грамотно. Гэ здесь, в общем-то. Здесь реально гэ какой-то. Черт побери. Ждем следующую игру. Нет, ховером это не значит дроп, ховером это скорее разведка, чем дроп. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, фрэнт 1.0 повел? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Карта Храм в Альдах у нас, вы видите, вторая Адептики вперед идут сейчас со стороны Энигмы Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Там плеер чата, я не знаю. Так, и здесь, между прочим, Робо. Здесь, между прочим, Робо в Робо-Призма делается. Глев уже почти готово. Плюс три гейта добавляет Энигма. Сейчас, может быть, четвертый мы еще... Да, четвертый пошел. Все тут супер какой-то улын идет. И Зерк, между прочим, без Роуча играет. Он с Беллинг Нестом играет. Такого Зерка адептами реально продавить вполне. Ну, надо блочить, да, здесь рампу, уходить. Все, уже Овер все прекрасно спалил. Здесь нужно как можно быстрее вперед идти. Я не знаю, что сейчас Энигма стоит. Ему нужно идти, просто варпить сюда еще адептов, заходить туда и пытаться развалить. Вот Призма полетела, КД у гейтов уже прошел. Почему? Сейчас минус три адепта Энигма просто получает. Можно было бы четырьмя идти на муве и как бы варпить еще просто. Ну, ни хрена не варпится. Ток-ток сейчас прилетает. Пошел до варпа еще вместо того, чтобы здесь варпить. Странно. Сейчас уже будет много Беллингов. Вот я десять у Зерка вижу. Надо как-то разводить, либо грамотно врываться. Боюсь, что это тяжеловато будет сейчас для Энигма. Он потерял число. В итоге он имеет всего десять адептов. Всего. Это реально мало как бы. Он мог один варп лишний провести трех адептов, и было бы аут столько бы. Да, как бы это уже другой бы расклад совершенно был. Адепты заходят на муве. Сейчас будут окружены Ленигами. Нужно забирать Призмой часть. Да, вот, чтобы сплит был лучше. Забирает Призмой. Часть, часть дропается. Короче, здесь криво как-то дерет все. Часть разваливается в мясо. Зерк все развалил. Зерк пытается и вперед. Нужен контр-врыв реально сейчас. Без контр-врыва не получится ничего сделать. Так, адепты дропаются. Еще надо заходить иллюзиями вот сюда вот куда-то. Очень медленно контролит Энигма. То есть он не может удивить ничем вообще сейчас Френда. Он просто что-то варпнулся и стоит. Что он здесь стоит? Нужно варпанулся. Сразу иллюзия пустил, сдвинулся. Адепты невероятно мобильный юнит. А они сливаются просто в мясо здесь все. Фрэнк просто унижает. ГГГЛ пишет. Фоллинджер, ну, фу, Фоллинджер. Фоллинджер вышел. Энигма что-то, к сожалению, сейчас сыграл хуже. С Фоллинджером он лучше играл. Как-то он расстроился, походу. Бывает, что убивает из колеи предыдущее выражение. Хотя, как бы, нужно собраться еще и не факт, что ты там вылетишь или что-то произойдет, да? Вот, ребята, сейчас мы увидим последнюю игру, соответственно. Третью игру по реплею между Хеллрейзером и Лайтвейтом, которая вчера проходила. Я сейчас быстренько создам. Здесь 1 на 1, ребят. Ну, нужно достримить. Я обещал достримить. Давайте посмотрим. Третью игру по реплею. Третью игру по реплею. Так, ну что, ребята. Чарлик заснул, бродяга. Ребят, третья решающая здесь. Давайте поигрим немножко в комментарии. Посмотрел в чатик. Хеллрейзер через сталкеров здесь начинает в третий. Здесь опенинг через адептов идет. Пилончик пошел в третий у Лайтвейта. Так, что за порода? Мама такса. Отец собак неизвестен. Я думаю, что с паниель какой-то, скорее всего, чем-то похож. Обратите внимание, что делает Хеллрейзер сейчас. Опа, это уже интересно. Бустится варп сейчас. Похоже, похоже, что здесь прессинг с трех гейтов сталкерами будет. Но пока не факт. Три сталкера в общем. Обратите внимание. Просто синий криво подстраивал сталкеров. В чем кривость заключалась? Да в том, что у него вместо четырех почему-то... Хотя нет, погодите. У него четыре. А где четвертый-то вообще ходит? А, он ушел. Просто прошу прощения, я провтыкал. Он ушел в другом направлении. Все нормально. У него четыре сталкера. Я думал, что он сначала одного, а двух, потом одного заказал. То есть косячнул. Но второй-то раз тоже два вышло. Нужно было на это внимание обратить. Все, есть шесть сталкеров. И как бы можно идти вперед спокойно просто. Сейчас варпить еще сюда сталкеров. Три гейта будет. Плюс робот добавляется для пилонов последующего. Тупит сейчас лайтвайт. Вот если вы занимаетесь снизу нексус, у вас обязан быть просто пилон на лоу-граунде. При этом все, посмотрите. Он видит, что у оппонента нет нексуса. Он видит сталкеров. И вместо заказа иммортала надежного в данной ситуации, варпа там юнитов каких-то, он строит вайлайт. Нахрена сейчас вайлайт-то нужен вообще? Ну тут при таком раскладе только стоять здесь, отдавать нексусу, уходить на хг. Другого варианта просто нету. Что, сталкеры пришли. Все, пилона нет. Филда этого оверчажа здесь нет. Что ты тут сделаешь? Ничего. Пытается наверх уйти лайтвайт. Пробок уводит. Пробки ушли. Часть, правда, ушла. Часть не ушла. Кстати, большая часть ушла. Повезло как-то. Филд пошел, филд пошел. Мазеркор вообще хрен пойми, где летает сейчас. Так, оверчаж выставлен. Поздний оверчаж. Здесь надо варпить. Участ можно что-то. Так, иммортал делается. Можно иммортал блинк, например, заказать. Все, что угодно можно здесь сделать. Там нексус пошел. Пытается нексус отстроить сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну стоять. Лайтвейт на лоу-граунде сейчас френд. Фу, холл-рейс, да, простой, какой френд. Френд уже отыграл. Френд вышел из группы. Все в порядке. Лайтвейт пытается призму отстроить. Что он с этой призмой собирается сделать? Так, прилетел опс. Опс был сбит. Так, затупил сейчас, между прочим. Так, пытается какой тут выйти у нас. Лайтвейт выходит иммортал, выходит адептами вниз. Летит и призма вниз. Добавляется еще риги. Здесь пуш будет. Двух бас фактически. А адепты что будут? С интерей врываться, разваливать? Куда они летят-то вообще? А что Лайтвейт делает? Что-нибудь может объяснить вообще? Все понятно, что делает Лайтвейт. Лайтвейт отдается. Сейчас он просто, во-первых, куда он адептами летел? Все, что можно было сделать, телепортнуться аккуратненько сзади, фокуснуть центрюз, залпы и отступить адептами. Все, он врывается прям сталкеров. Призма сюда же врывается. Призма отдается. Это катастрофа по лимиту. Катастрофа по всем параметрам. И никакой блин теперь ничего здесь не изменит. Так, а я напомню, что мы репку смотрим. Вчерашняя группа в записи. Ну, блин, хорошо Лайтвейт отыгрывал, но что-то немножечко все-таки не хватает. Нашел киллом, нашел кейт здесь, фруксы. Тут же блинк сейчас будет готов. Мазеркор вообще забыл на центре по какой-то причине непонятной. Че ты там, Юра, зашелся-то всех выпиливаешь? Не фурфюр-то понятно, че-то прогоняет опять. Ну, попытки еще идут что-то сделать. От Лайтвейта, но я думаю, что они будут безуспешными здесь. Хотя можно попытаться с блинком на мейн зайти. Ну, а еще толку-то от этого киллона на дробух было убивать тогда. Сколько-нибудь пытаться синхронизировать абсолютно одновременно. Это с призмой все дело. Может, она прилетела? Если бы сразу прилетела, вообще бы неплохо можно было под адептами пострелять. В итоге все, одну пробку подрезает. Этого явно мало. Здесь есть два Айморкла. Кстати, здесь блинк... А, здесь блинк только-только заказан. Погодите, мне казалось... А, это Лайтвейт тогда делался блинк. Я думал, что он уже давно сделан был. Еще одна призма в никуда отдано сейчас в очередной раз. Такие моменты вроде Лайтвейт... Все, увидел иллюзии под Линкуса. Все сделал. Ну, какие ошибки у него проходят, бывает. Это же вообще катастрофа. Но, кстати, здесь интересный момент, что... Да, здесь по лимиту вообще просто на 30 больше сейчас. Что для такой стадии катастрофа полная. Но зато здесь есть дестабилизаторы. А дестабилизаторы иногда умеют переворачивать игру. Единственное, что... Как будет происходить, сейчас будет идти вперед Хеллрейзер. Или дома, наоборот, сидеть. Так, ну тут собирается встречать Лайтвейт сейчас. Здесь слишком что-то много сталкеров. Можно как словить здесь все? Если будет агрессивный блинк, сделает грамотный залп. Все. Но если будет агрессивный блинк, может с удара просто зафокусить этих дестабилизаторов в Хеллрейзер. Вот в чем проблема. Это очень большая, ребят, проблема, я вам скажу. Дестабилизаторы танкуют сейчас. Залп минус раз, дестабилизатор минус два, ребят. Катастрофа для Лайтвейта. Нужно дома было сидеть, обороняться. Здесь сталкеры просто все разваливают в мясо, как бы. Дестабилизатор есть, стреляет в молоко, вообще никуда не попадает. Лайтвейт, лимитов в два раза больше у Хеллрейзера сейчас пойдет добивать он, судя по всему. Так и есть. Мазеркор вылетел с полной энергии в очередной. Сколько раз вообще Мазеркор отдал в этой игре Лайтвейт? Ну, нервничает, видимо, ошибается, поэтому. ГРГ, ВП. Ну, правильно, под горячую руку нечего лезть. Прикольно, человек спит, он так лапы положил. Прикольно друг на друга. Вот, ребят. Ну, что? Ну, что, с Starline на сегодня все получается. Сейчас мы сможем посмотреть какой-нибудь турнир на Ликвиде. Попробовать. Ждите, сейчас я столбую стрим, записи выложу потом. Ну, вернусь к вам без задержки через несколько секунд.